Здравствуйте, с вами Тарас Матла и сегодня я расскажу вам, как самостоятельно можно узнать размер луковицы любых луковичных или клубневых растений. Почему это важно и для чего это нужно? Размер луковицы это очень важный показатель. Именно от размера луковицы зависит качество и количество полученных вами цветков во время цветения. Я расскажу вам это на примере луковиц тюльпанов. Скажем, вы определились с каким-то сортом тюльпана, хотите его купить. Этот сорт относится к дарвиновым гибридам, а дарвиновые гибриды, как известно, отличаются своей высотой и особо крупным бутоном. И этот сорт у вас в характеристике заявлено, что сорт тюльпана имеет высоту 60 см, длина бутона, скажем, 7 см. Значит, покупаете вы два разбора одного и того же сорта. 9-10, например, там на рынке у нас присутствует 9-10, 10-11, 11-12 и 12+. Скажем, вы покупаете разбор 9-10, одну луковицу и одну луковицу 12+. Сажаете вы их вместе осенью и в следующий год весной, когда они у вас вырастают на грядке или клумбе и зацветают, что вы получите? С разбора 9-10 вы получите длину стебля где-то сантиметров 30 и длина бокала у вас, бутона самого, не 7 см, а там, скажем, 3. То есть вы получаете где-то 50% от полноценной характеристики того сорта, который вы купили. А с луковицы 12+, у вас вырастает полноценный тюльпан и, в принципе, вы получите все то, что он может вам дать. То, на что способен этот сорт с 12+, то вы и получите. Мы рассмотрели пример на луковице тюльпанов. Но тот же самый принцип действует для абсолютно любых луковичных растений. Будь то лилии, гладиолусы, калы, крокусы, ирисы, гиацинты, любые. Принципы везде одинаковые. Но есть такой момент, что для разных растений, вот это максимальное значение размера луковицы тоже разное. Если это будут крокусы, то 10+, для них это максимум, а, скажем, для гиацинта это 18-20. Если там взять, например, рябчик, то там может быть размер 22-24. То есть это все индивидуально. Теперь давайте я покажу, как же это измерить. Для начала я объясню вам, что означает размер луковицы. Например, там 10, 11, 12, 15, 20. Многие люди полагают, что это диаметр. То есть можно взять вот так линейку, приставить ее к луковице. И, например, вот здесь будет где-то 4,5 см. И это как раз размер. На самом деле это не так. Луковичные растения, размер луковичных растений так не измеряется. Хотя диаметр нам может понадобиться. Давайте я сейчас вам скажу, какие есть способы. Самый простой способ ее измерить, это взять сантиметровую ленту и просто обвести ею вот так луковицу. Ну, у меня просто она не нашлась, поэтому показываю вам пальцами. Значит, вы просто обводите луковицу по окружности и это и будет размер. Если по математическому показателю это называется длина круга. То есть вот как раз это и будет размер луковицы. Это самый простой способ, просто элементарный. Но если у вас нет ленты или можно измерить это без проблем рулеткой или обыкновенной линейкой, ну чем-нибудь. Значит, что, вот как это делаем. Берем луковицу, где-то вот на глаз приставляем линейку. Здесь будет, ну, около там трех с половиной сантиметров. И этот показатель, этот диаметр мы умножаем на число 3,14. И после этого мы как раз получаем тот же самый размер, что и бы мы измеряли окружность. И вот измеряем мы эту луковицу. У нас будет диаметр где-то в районе пятерки. Значит, 5 умножаем на 3,14. Это даже если 5 на 3, это уже будет 15. Но это просто особо большой размер луковицы. Но таких луковиц на рынке такие луковицы не продаются. В принципе, это уже даже есть, честно говоря, и чересчур. Если речь идет о тюльпанах, конечно. Потом вот возьмем эту, здесь будет где-то там 3 сантиметра. Ну, 3 на 3,14, там получится где-то 9, 9,5. Вот это девятка, это у вас четырнадцатка. Значит, здесь где-то около четырех. 4 на 3,14, значит, это 12 плюс разбор. Ну, и здесь тоже где-то 12 плюс. Это чрезвычайно просто и удобно. Я надеюсь, что информация была вам полезна, и вы сможете использовать ее на практике. Всем спасибо за внимание и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok